Медики встречают свой профессиональный праздник в особых условиях. Россия сегодня вновь обновляет показатели роста заболеваемости COVID-19 и стабильная цифра в 13-14 тысяч заставляет вспомнить от недоброй памяти зимней вспышки. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры предоставил DimaTorzok Врач нашей скорой и телевизионной помощи сегодня Дмитрий Лисица, главный врач больницы, городской больницы номер 10, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер. 202-11-22, телефон прямого эфира в нашей студии. Сегодня доктор, который знает все. Специализация Дмитрия Николаевича. Я выпытала врач-терапевт. Это, как правило, доктор, с которым обращаются, наверное, вообще по поводу любого заболевания. Ну, вы же все должны знать. Ну, это врач первичного контакта. Совершенно верно. Дмитрий Николаевич, я не знаю, наверное, несмотря на то, что прошло уже побольше месяца, я, наверное, все равно имею право и основания поздравить вас с новым назначением. Причем вы теперь стали врачом городской больницы. И это карьерный рост или работа поспокойнее? Это новый вызов. Это новый вызов, новые направления работы, новая возможность доказать и показать себя, и проявить себя. И доказать еще и в том числе себе, наверное. Прежде всего себе и тому коллективу, тем коллегам, с которыми я работаю многие годы на протяжении долгих лет. Кстати, интересный момент. Мы перед эфиром разговорились, и я рассказала Дмитрию Николаевичу, что очень переживала о том, что в прошлый эфир к нам звонил человек, которому необходима была помощь. Мы были в эфире с Сергеем Юрчем Пушкиным. Очень хотели помочь, но он не оставил свой номер телефона. Но, тем не менее, через Минздрав мы рассказали ситуацию, и вот Дмитрий Николаевич выяснилось, что как раз занимался этим вопросом. Да, этот пациент прикреплен к нашей городской больнице номер 10. Достаточно оперативно удалось выяснить его контактные данные, связаться, разобраться. И он находится в настоящее время под наблюдением нашей заведующей терапевтическим отделением и проходит курс амбулаторного лечения. Все, я могу сейчас выдохнуть, да? Не переживать. Дорогие друзья, если вы звоните к нам в эфир, вам необходима помощь, пожалуйста, оставляйте оператору свои номера телефонов, чтобы в аналогичных ситуациях мы могли вас обязательно найти. Ну, я уже заговорила в начале программы о том, что все знают и видят, что пошел в России рост заболеваемости, как всегда, неожиданно. Вообще, есть смысл говорить о причинах? Вот у вас есть какие-то свои версии? Ну, наверное, причины всем известны. Конечно же, у нас в обществе снизился уровень самозащиты, самобезопасности. Мы стали больше контактировать, мы стали меньше уделять внимания своей безопасности в части масочного режима, обработке рук антисептиками, стали больше взаимодействовать. И, конечно, вот это общение людей, оно в том числе приводит к распространению инфекции. К сожалению, за полтора года нам пока не удалось победить новую коронавирусную инфекцию. Нам удалось ее просто стабилизировать на сегодняшнем уровне. Я надеюсь, что те знания, которые нам удалось наработать, тот опыт, который мы приобрели за эти полтора года, позволит нам все-таки не допустить значительного роста заболеваемости и уж тем более смертности. Вот вы сказали, что нам удалось стабилизировать, но сейчас пошел вновь рост по многим регионам. А что у нас в Самаре? В Самаре пока ситуация стабильная, сохраняется на уровне от 60 до 75 человек, заболевших в течение суток. Я думаю, что сейчас и губернаторы, и правительство области, и Министерство здравоохранения, и все лечебные учреждения предпринимают максимальные усилия для того, чтобы не допустить вот такого же роста, который мы сейчас наблюдаем в столице, в Московской области. И одним из направлений, в том числе, чтобы не допустить ситуации, развившейся в прошлой осенью, является, конечно же, вакцинация, за которую мы призываем ежедневно, ежечасно. Мы обязательно сейчас поговорим про вакцинацию, очень важный вопрос, но я вот не сторонник очень сильно всех успокоить. Вроде бы и панику нагнетать нет смысла, но, например, говорить о том, что у нас в Самаре все более-менее нормально, и так и будет, наверное, ведь не стоит. Может быть, это как раз одна из причин того, что мы все расслабились. Да, конечно, успокаиваться нельзя, успокаиваться ни в коем случае нельзя, и необходимо соблюдать все санитарные нормы, которые вводились и в период первой и второй волны заболевания, и которые никто не отменял на территории Самарской области. Часть из них была отменена, но большая часть сохраняется. И от того, насколько мы сейчас будем консолидированы и относиться с пониманием к соблюдению этих норм, зависит, будет или не будет рост. И если он будет, то в каком, какова величина будет этого роста. Многие источники, многие статистики говорят о том, что таким очень явным фактором распространения заболеваемости является то, что это переносят школьники. И вот сейчас период дети готовятся к выпускным вечерам, соответственно, собираются вместе в школах, репетируют в одном помещении, конечно же, без масок. Не знаю, будут ли отменены выпускные вечера, может быть и нет, но, в общем-то, это ведь, наверное, нельзя не учитывать, такой фактор. Ну, я бы не стал рассматривать только школьников, виноватых во всем данной ситуации. Я это имела в виду, если так прозвучало. Да, я все-таки считаю, что мы также с вами ходим и в торговые центры, и также едем в транспорте. И, к сожалению, вот в последнее время много замечаем ситуаций, когда люди без масок, люди не пользуются антисептиками. И любая скучность людей, любое массовое мероприятие, они, конечно же, способствуют распространению инфекции. Если вы опоздали к началу эфира, я для вас сообщаю, что сегодня в нашей студии врач-терапевт, главный врач городской больницы номер 10, Дмитрий Лисицык, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, можете звонить к нам в студию. Дмитрий Николаевич, я знаю, что у вас за эти полтора года есть огромный опыт войны, скажем так, на фронте ковида, огромный опыт по развертыванию ковидных госпиталей. Вот этот опыт, чему лично вас он научил? Ну, наверное, прежде всего, он меня научил, лишний раз научил ценить жизнь, ценить людей, беречь своих сотрудников. Потому что пандемия, она не останавливается ни перед чем, и перед ней все равны. И, к сожалению, это было очень страшно видеть, когда умирали и погибали молодые, не имеющие хронических заболеваний. Понятно, что большая смертность отмечалась у лиц старшего пожилого возраста. Но когда погибали молодые, и медики были бессильны, становилось страшно. Но в то же время показало, что российское здравоохранение способно противостоять, что медики в нужный момент консолидировались, и стали все единым фронтом на борьбу с новым вызовом. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Откажите, пожалуйста, я вот все... Сейчас соблюдаю. Ну, вот скажите, вот на одежду тоже надо за септиком-то прыгать? А руки... Руки мою. С руками все в порядке, да? Руки мою, все мою. Да, хорошо, спасибо вам большое за вопрос. Спасибо за вопрос. И вообще тогда, может быть, кроме того, что антисептик на одежду, еще какие-то рекомендации? Основной момент, для чего мы обрабатываем руки, потому что при взаимодействии, при посещении любых общественных мест, чисто интуитивно, потрем глаза, коснемся губ, то есть касается слизистых оболочек организма, и это способствует именно передаче вируса. Маска нам нужна, чтобы исключить или ограничить воздушно-капельный путь передачи инфекции. Поэтому все, что касается непосредственно одежды, она в меньшей степени контактирует со слизистыми оболочками, теми входными воротами, где чаще всего проникает вирус в организм. То есть, в первую очередь, руки... Руки... И бесконечное антисептик, и мытье... Да, да, да. Руку с мылом. Ну, собственно, ничего сложного вроде бы... Ничего сложного, все очень просто, просто это должно в настоящее время стать для каждого из нас тем алгоритмом защиты, который будет способствовать здоровью человека. Мы подуспокоились, конечно, есть элемент беспечности, даже по себе могу сказать. Мы сейчас заговорили о вашем опыте борьбы с COVID-19, и вы, опять-таки, причастны к открытию координационного центра по оказанию амбулаторной помощи больным с COVID-19, пневмонией и ОРВИ. Это было открыто у нас в Самаре, думаю, что не ошибусь, осенью, где-то в октябре, да? Ну, давайте, во-первых, посмотрим сюжет, вспомним. Помочь всем, кто в этом нуждается. У нас координационный центр работает согласно нашему регламенту. Но мы занимаем гибкие позиции в соответствии с временем и текущей санитарно-педагогической обстановкой. Мы получаем обратную связь от пациентов, мы получаем обратную связь от медицинских организаций, куда мы это передаем, данные. Поэтому мы в течение дня можем маневрировать и менять. Проблемы дозвониться до центра нет, звонки принимают 30 специалистов. И хотя направлена в первую очередь помощь на тех, кто заболел коронавирусом или пневмонией, без консультации не оставляют ни одного пациента. Координационный центр сформирован по распоряжению областных властей, чтобы каждый житель имел возможность быстро получить профессиональную консультацию врача и понимал, что его не оставят наедине со своими проблемами. Телефон горячей линии, на которой можно позвонить, указан на экране. В дальнейшем в центре планируют запустить телемедицинские консультации. Ну вот когда открывался этот центр, у нас здесь тоже был на эфире своеобразный координационный центр, потому что к нам тоже бесконечно звонили люди. Ситуацию все мы помним, которая была скорая. Скорую приходилось ждать даже не один день. Все были клиники переполнены. Вот как на сегодняшний день работает эта структура? Она же работает, еще продолжает работать этот центр. Какие планы дальше? Мы недавно, абсолютно, вот несколько недель назад подводили итоги его работы под председательством министра здравоохранения Армена Сахача Биняна. И поняли, что он оказался нужным и востребованным в тот именно промежуток времени, когда вот была ситуация с долгим доездом скорой помощи, невозможно дозвониться до поликлиники, какой-то паники даже среди населения, потому что этот центр оказывал в том числе и психологическую помощь, и поддержку. И просто поговорить иногда с пациентом снимало какое-то напряжение. Врачи, работавшие там, отвечали на вопросы, которые тревожили, беспокоили человека в данную непосредственную секунду. Сейчас, конечно, количество, и в первоначальный уровень звонков доходил до двух, двух с половиной тысяч в течение 12-часового рабочего дня. Сейчас это, конечно, значительно снизилось. Как и говорилось в сюжете, пошло развитие в части телемедицинских консультаций. Его, этот центр использовался активно, когда начался период работы горячей линии по вакцинации, 122 по федеральный единый номер. И до сих пор он продолжает работать, до сих пор он несет эту свою функцию, хотя сейчас немножко реорганизовался. И было принято министром решение о его сохранении, о его переформатировании, участии в работе медицинских учреждений в целом, в том числе и по записи пациентов на прием к врачу через электронную очередь, электронную программу, регистратуру. И мы его сохранили и будем продолжать развивать, потому что это позволит нам экстренно, быстро и оперативно реагировать на любые вызовы, на любые повороты, которые могут возникнуть в том числе в дальнейшем с развитиями. И судя по всему, сейчас он опять будет с новой силой востребован. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Подскажите, а вот кто болеет без симптомов, ну, не кашлят, не чихают, тут просто поднимутся. Ой, отличный вопрос. Спасибо. Их же, да, не видно. Они, может быть, сами не знают. Они сами не знают. Порой бессимптомные течения. Зачтиться мы можем просто соблюдая все эти нормы санитарной безопасности, которые предписаны нам Роспотребнадзором. То есть масочный режим использования антисептиков, перчаток, не посещать места массового скопления, не участвовать в каких-то массовых мероприятиях. То есть обезопасить максимально себя от лишних контактов. Ну, сейчас же еще лето отпуска, все поездки планируют. Ну, лето отпуска, я понимаю. Вот как многие говорят, я увез родителей на дачу, они у меня отдыхают там. Все-таки достаточно большое количество завозного, так называемых, случаев заражения. Поэтому понятно же дело, что жизнь невозможна остановить на длительный срок. Она должна продолжаться. Дать надо возможность людям как-то и вернуться к своим привычным, к своим привычкам, к тому, что они любят. Но это должно проходить все с мерами санитарной безопасности. А вы знаете, я видела у вас на сайте ваше обращение, записанное в мае, по-моему, еще где-то. И вы там говорите о том, что вот сейчас все спокойно, даже идет спад. Но так будет не всегда, и лучше не расслабляйтесь. Вы предвидели это все? Ну, сложно предвидеть то, что мы, по большому счету, пандемия, мы сейчас историю пишем в режиме онлайн. И никто сейчас не ответит на вопрос, будет волна, не будет волна, будет рост, не будет рост. Это покажет только жизнь. И та консолидация общества, которая позволит побороть эту инфекцию. Дмитрий Николаевич, конечно же, хочу поговорить с вами о вакцинации. Особенно грустно на фоне, например, других стран, например, Израиля, где 67, по-моему, или 57 процентов привитых, и где практически нет новых случаев заболевания. И при этом Россия 9 процентов. Ну, как такое вообще возможно? Ну, к сожалению, вы видите, ну, неправильно, начну с другого, о том, что информационная кампания, которая идет и во всех средствах массовой информации, и в городе, и на остановках, и на плакатах, и на стендах, не всегда она вызывает должную, ответную реакцию со стороны населения. И называет иногда обратную. Очень большую, негативную роль играет интернет. Но я могу одно сказать, что закон эпидемиологии никто не отменял. А закон эпидемиологии заключается только в одном, что любую инфекцию, и все предыдущие особо опасные инфекции, которые были и в 19-м, и в 20-м веке, могло победить только коллективный иммунитет, выработанный либо естественным, либо искусственным путем. Ждать, что мы все переболеем, смысла не вижу никакого. Кто-то не дождется. Да, кто-то не дождется. Поэтому, как врач, каждодневно, ежесекундно призываю вакцинироваться. Вообще странно, что страна, лидер вообще в создании вакцин, зарекомендовавшая себя вот именно в этой области уже на протяжении многих лет, победившая массу всяких инфекционных заболеваний, страна, имеющая несколько вакцин, и вот другие страны бьются за то, чтобы заполучить вакцину, а мы бесплатно, придите только, пожалуйста, провакцинируйтесь. Знаете, я от некоторых людей слышу, что неправильная информационная компания, вот о чем вы сказали. То есть, когда мы видим известное лицо, которое, артист, например, говорит, я провакцинировался, и дети, и вы, но, наверное, это не то. Наверное, все-таки нужно говорить и говорить на тему, почему нужно вакцинироваться, почему не нужно бояться наших вакцин. Вот если можно, на этот вопрос ответьте, пожалуйста. Наших вакцин бояться не надо, потому что вот сейчас, я не мог этого сказать в декабре, но вот в июне месяце 2021 года я это могу сказать. Вот сейчас я могу сказать, что на территории области привито уже больше 400 тысяч человек. Более 90% привитых это вакцины спутник, гамковит, вак. И это достаточно высокая репрезентативная выборка. И при этом не зафиксировано случаев тяжелых осложнений, смертельных исходов. И при этом зафиксировано выработка иммунитета в достаточно высоком проценте и на достаточно высоком уровне иммуноглобуленов. И это говорит о том, что вакцина работает. Необходимость вакцинации, ну, русский народ, он особый народ, мы всегда долго запрягаем. Мне хочется, чтобы это все-таки случилось как можно быстрее. Мы сейчас призываем всех именно сейчас сделать эту вакцинацию. Потому что придет осень, и там все смешается. Какая придет осень? Уже пошел рост заболеваемости. Рост пошел заболеваемости. Ну, вы вспомните прошлый год, осенний период. Да. Сезонный подъем вирусных заболеваний, он неизбежен, он ежегоден. И когда происходит смешение всех разных возбудителей, вирусов, это дает своего рода осложнение, большую заболеваемость, большую нетрудоспособность, к сожалению, большую смертность. Давайте Забанов послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Слушаем, здравствуйте. алё да да говорите пожалуйста а у вас антитела после болезни были да я как бы болела я болела как бы скрытой форме я только теряла обоняние и у меня один день температура небольшая какой период болел а в какой период вы болели когда какое время где-то я даже сама не знаю где-то после нового года где-то после наука уровень антител на сегодняшний день не является тем критерием который определяет необходимость прививки делать или не делать прививку противопоказанием является 6 месяцев после перенесенного заболевания да и судя по звонку пациентке этот период наступает к сожалению повторюсь мы пишем историю в режиме онлайн и никто на сегодняшний день ни один ученый не ответит какой-то тот уровень антител после которого можно сказать что человек защищен вакцинация позволяет увеличить количество антител к новой коронавирусной инфекции и защитить организм в большей степени и особенно это актуально для данной пациентке которая говорит о наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы инсультах инфарктах потому что в чем коварность вируса она приводит к разбалансировке дисбалансировки всех органов и систем и очень многие пациенты погибают не от коронавирусной инфекции от развившегося сахарного диабета от осложнений сахарного диабета от повышенного тромбообразования в результате которого развивается инсульты инфаркты и острой сосудистой катастрофы и в данном случае пациентке показана вакцинация с целью предотвращения этих событий вот лидеры антипрививочной компании говорят либо о том что вакцина неизвестно что и через год мы все умрем кто провакцинировался либо говорят о том что люди сделавшие прививки сейчас находятся в стационаре с ковидом что на это скажете ну еще раз повторюсь что провакцинировано больше 400 тысяч человек на территории области и не зафиксированы на серьезных осложнений смертей и уж тем более ситуации бывают ситуации что человек заболевает после первой дачи вакцины это обуславливается особенностями организмом потому что есть инкубационный период который не всегда заметен хотя перед прививкой обязательно проводится вакцина но заболеть от вакцинации невозможно правильный невозможно невозможно да откуда информация что все-таки заболевает не ну ведь после прививки от гриппа можно заболеть просто не так можно заболеть нет я я поймите меня правильно я говорю о том что вакцинация не приведет к заболеванию возможно сочетание моментов с когда одно с другим сочетается но это во первых редко во вторых не взаимосвязано из новостей в сфере здравоохранения новостей вот скажем так прошлой неделе появилась информация о том что расширяется программа диспансеризации и в том числе особое внимание будет уделяться переболевшим к вид 19 до диспансеризация это то профилактическое направление которое немножко ушло в сторону в прошлом году и начале текущего года связи с эпидемией но она она диспансеризации профилактические осмотры возобновлены с конца февраля и сейчас активно проводится эта работа чем она обусловлена тем что за период пандемии многие больные с хроническими заболеваниями не получали профилактического лечения что в условиях амбулаторных что дневных стационар что круглосуточных стационаров оказались замкнуты дома и не могли получать полноценную помощь и сейчас важно выявить как раз вот те хронические заболевания на ранних стадиях главной цели задачи диспансеризации что был немного нами упущен в период пандемии правильно вы сказали о том что с 1 июля стартует новый новое направление диспансеризации а именно диспансеризации больных перенесших новую коронавирусную инфекцию причем включать будет себя достаточно обширный объем исследований что на первом этапе что на втором этапе диспансеризации будет себя включать обязательно расширенное обследование с точки зрения анализов крови в том числе исследование дедимеров спирографии то есть исследование функции легких достаточно широкий да и при выявлении при определенных показаниях будет проводиться до обследования в виде эхо кардиографии ультразвукового исследования компьютера и томографии легких дмитрий николаевич осталось ровно минуту у нас с вами я во первых хочу успеть вас поздравить ваших коллег с наступающим профессиональным праздником и наверное вы тоже хотите да конечно я хочу воспользоваться данной возможностью и сказать спасибо каждому медицинскому работнику самарской области низко поклониться ему потому что наша профессия это прежде всего служение служение людям самоотдача каждую секунду каждое мгновение и мне хочется пожелать своим коллегам прежде всего здоровья потому что от здоровья медицинских работников зависит здоровье населения и хочется пожелать счастья и удачи их детям внимания и заботы их родителям спасибо вам за каждодневный подвиг за ваш ежедневный труд благодарю вас берегите свое здоровье и берегите наших докторов до свидания